Всем доброго зимнего утра! Мы с вами отпаиваемся чайком. Немного покашливаем, потому что мы приехали недавно со свадьбы в Галиче. Это было прекрасно, мы с вами это обсудим. Потому что Новый год на носу и для этого нам с вами понадобится двухсторонний скотч. Найдем ножницы, упаковочная бумага и двухсторонний скотч. Давайте для начала покажу, что мы с вами будем дарить в этом году. Свет везде включу, чтобы было светло и по-новогоднему празднично. Смотрите, как здорово! Во-первых, первый на повестке дня у нас, конечно, мой ребенок, поэтому сначала покажу вам ее подарки. Вот такой беззубик. Это герой мультика «Как приручить дракона». С таким хвостиком. Стоил с доставкой полторы тысячи рублей. На самом деле, те мультики, которые вышли давно и сейчас ребенок до них дорос и смотрит, он хочет какие-то игрушки из этого мультика и их достаточно сложно купить. Символ года. Такое пожелание досталось моей маме от ребенка. Вот такую хрюшечку, копилочку ребенок попросил. Будем тоже запаковывать все. Вот этот подарок, кстати, это мне подарили. Набор чашечек. Чашечки очень красивые, кстати. И блюдечки. Набор чашечек и блюдечек. Этому упаковывать не будем. Это я вам просто хотела показать в преддверии новогоднего праздника, что мне подарили. И посмотрите вот на это. Ну не на это, это одеялко, которым я оборачиваюсь, так как плохо себя чувствую. Посмотрите вот на это. Это огромный Пикачу, потому что только такого Пикачу я смогла найти в интернете. Посмотрите, какой он огромный. Ребенок смотрел покемоны и захотел вот этого Пикачу. Ну вот это вот ниточки, это мы так шьем. Вот это хвост, который оказался совершенно не надут, еще и пришит. То есть, в общем, эта игрушка стоила с доставкой около двух тысяч рублей. Подарок нам подарила такой волшебной компания, что я несу. И я хочу сказать, что не дай бог, друзья мои, вы свяжетесь с этой компанией. Честно. Что произошло у нас? Какое вообще жестокое разочарование произошло? Я заказывала на работу этого товарища. Его привез курьер, и он заходил... То есть, у нас есть предбанник и есть ресепшн. Он заходил на ресепшн с огромной-огромной сумкой вот этих вот Пикачу. Сейчас я вот как раз на коробку с чашечками вас поставлю, чтобы вам было меня видно. Я пока буду паковать все. Вот. И он сбивает со стойки ресепшн вот этой огромной сумкой ноутбук. А у нас плитка на полу. И чтобы вы понимаете, у меня администратор даже пытался его на лету поймать. У него ничего не вышло. Я была на занятии, поэтому я не видела. Я слышала, что что-то упало, но я не поняла, что. И так получается, что у меня администратор расплатился за Пикачу и отпускает совершенно спокойно этого курьера. Я заканчиваю занятия, выхожу, спрашиваю, что упало. Они говорят, ноутбук. И самое главное, что после этого, после того, как они всех отпустили, это тоже у нас прям классика жанра. В итоге что делает администратор? Она отпускает курьера, расплачивается за Пикачу. И только после этого, ну как бы хорошая мысля, она же приходит опосля, начинает проверять ноутбук. И ноутбук не загружается. То есть когда он упал на плитку, он сломался. В итоге мы позвонили моему мужу, так как он у меня разбирается в технике во всем этом деле. Мы позвонили ему, он приехал и выяснилось, что там что-то сломалось. Начали звонить в эту фирму. Естественно, они как бы ничего не знали, ничего не было, ничего не видел и так далее. В общем, около двух недель у нас ушло разбирательство. Мы платили за диагностику ноутбука и так далее. В общем, в итоге геморроя на две недели. Сам начальник этой фирмы, у него нет времени, чтобы приехать и разобраться. Ту стоимость починки, которую нам назначили в автосервисе, просто в сервисе, как бы эта сумма их не устраивает. Они считают, что это дорого. Мы говорим, окей, приезжайте, забирайте ноутбук, чините сами. Ой, знаете, у нас нет времени. Как бы информация от этих людей менялась раз пять. Вот так вот, по чесноку, если. И я, если честно, уже этого Пикачу видеть не могу. Я даже не хочу, чтобы он у меня дома был, потому что с ним у меня связана большая куча неприятностей, а не подготовка к новогоднему празднику. И, собственно говоря, вот этот Пикачу, это подарок от Деда Мороза. Потому что, ну, в письме, в письме Деду Морозу, вот так вот, потому что в письме Деду Морозу обозначено было вот это существо. В общем, я в расстройстве, если честно. Видеть его я не хочу. И я очень надеюсь, что Полине он мне очень понравится, потому что, на самом деле, он не стоит таких денег. Огромный геморгл с самой этой компанией, который не признаёт своих ошибок и не собирается их исправлять, что самое главное. В итоге договорились только на том, что они оплатили детали, которые были разбиты, а вот всю установку, как бы, и возврат ноутбуков жизнедеятельности взял на себя мой муж. Хотя я ему тоже сказала, я считаю, что это неправильно, ведь твоё рабочее время тоже должно стоить денег. Почему? Почему так должно быть? Они, по идее, должны были забрать у нас этот ноутбук, сами его отремонтировать, принести извинения и всё. То есть, как бы, нет, мы живём где? Мы живём в России. Хренушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, даже юность, да, там, те же студенческие годы, как это всё было здорово, круто и классно. Я хочу, чтобы у моего ребёнка подольше сохранялось вот это новогоднее настроение, и как можно больше он верил в чудеса, верил в волшебство праздников и так далее. Поэтому к дням рождения, к её, к Новому году, и вообще к каждому её празднику отношусь очень свято. Для меня это прям, ну, честно, важно. Рассказала вам про жуткую историю про доставку. Даже вот сама сейчас окунулась... Пока рассказывала вам про вот эту историю с Пикачу, вот, окунулась в воспоминания, и вот, честно, даже настроение попортилось.